Всем привет и добро пожаловать в Борисов. Телеканал Беларусь 5 приглашает всех любителей футбола на очередной отборочный матч нашей молодежной сборной против Лихтенштейна. Круппа D. Пока и Беларусь и Лихтенштейн без набранных баллов. Федор Прошкин и Илья Бакай для вас. Эту встречу рекомментируют. Привет, Илья. Привет, друзья. Привет, Федя. Конечно, нужно поправить немножко и статистику, нужно эмоции улучшить. Сегодня соперник, который как нельзя лучше для этого подходит, обслуживает встречу бригады арбитров из Турции. Ясар Угурлу, Ширкан, Олгюнкан и Абдулла Эскара. Это помощники Ясара Угурлу. Четвертый судья, также турок Рыкан, Эсвад Ставморозов. Ислач, но уверен, что если мы говорим об атакующей линии сборной Беларуси, она будет максимально мобильной с тремя центральными. Она характерна для Лихтенштейна. Смотрим, чем угловое завершится сборной Беларуси. Наришкевич возвращает мяч. Прищепе, прищепа в штрафную, отправляет удар головой. И первый момент у сборной Беларуси на первой минуте, но без проблем. Мяч в руки забирает Лука Ванони. Вообще с такими соперниками, конечно, очень важно быстро открыть счет для того, чтобы не возить. Он будет с Ванони, и он спокойно отыграет. Мы обратили внимание с тобой на протокол, в котором расчерчивались те или иные позиции игроков. Ну и показалось, что даже эта графика рисует исключительно защитный вариант для Лихтенштейна. Ну, нестандартные действия от Морозова, который спиной к воротам находился. Тем не менее, нашел возможность для того, чтобы подставить голову. И это было довольно опасно. Ванони уже в отыгранном положении находился. Тем более, кстати, галкипер не самый высокий у Лихтенштейна. Просто сумасшедшая разница в классе. Конечно, мы на бумаге сильнее. Конечно, у наших ребят больше опыта игры во взрослых лигах, со взрослыми командами. Потому что большинство футболистов из Лихтенштейна выступают все-таки либо за дублирующие составы, говоря нашей терминологией, либо выступая во вторых-третьих составах своих клубов. Причем отнюдь не в ведущих лигах Швейцарии. Молодежный от нашего кипера, но не уложил мяч в створ. Лукас Грабер, к слову, самый опытный игрок. Это молодежная сборная Лихтенштейна. У него 13 матчей в активе за молодежку. И есть забитый мяч. А это вообще достижение просто какой-то выдающийся. Здесь Ванони ошибается на выходе. Подача. Удар головы Морозова. 1-0. Сборная Беларуси забивает на 15-й минуте. И это очень-очень важный мяч для нашей команды. Уложились беларусы в стартовые 15 минут. И я с тобой полностью согласен. Потому что, в общем-то, это и моя мысль была в самом начале эфира. Забить Лихтенштейна. Да вообще всем вот таким командам, которые очень большими силами обороняются, желательно побыстрее. И далее развивать свой успех. У Йоханнеса Шёдлера возникли какие-то проблемы. Он лежит на газоне. Не может подняться. Давайте еще посмотрим, как эта атака развивалась. Но здесь ошибается на выходе Ванони, который просто до мяча не достал. Вот мы о чем говорили. Галкипер не самый высокий. Роста ему здесь не хватило. Хотя на выход пошел опрометчиво. Шёдлер упал в своей штрафной площади. Сложно сказать, что там случилось. В третьем номере, они смогут и национальную сборную пополнить. Причем на хорошем уровне играть и выступать. Шестюк мяч подхватывает. Его передача в штрафную. Снова Морозов. Но капитан сборной Лихтенштейна был рядышком. И этот удар Морозова заблокировал. Еще один будет стандарт в пользу белорусской команды. Демонстрируют, как шестюк. Прочно вошел стартовый состав своей команды. Затем был просмотр в питерском «Зените». Но в крыльях Советов действительно дело идет пока не лучшим образом. Удар в ближнюю от Морозова пока лучший игрок в составе белорусской сборной. Как мне кажется, старта матча. Соглашусь с тобой. Очень заряжен на именно удар по воротам. Пытался обострять. Ну и сегодня, конечно, здесь ему немножко комфортнее. Здесь в центре удар с дальней дистанции. Роман Вигерия мощно стреляет, но мимо створа бьет. Еще один момент. Сергей Ясинский пока все-таки нервничает. Наверное, это тоже вопрос, который мы оставляем так в воздухе. Возможно, есть какие-то нюансы. Лихтенштейн в атаку переходит. Конечно, нашей сборной нужно, нужно быть внимательным. Представляете, какой момент. И спасает свою команду Данила Сокол. Повторно бьет по воротам еще один футболист сборной Лихтенштейна. Это подключившийся Шедлер. Но удар был заблокирован. И справедливо, абсолютно, Данила Сокол сейчас предъявляет претензии. Наверное, самый острый момент сборной Лихтенштейна в этом отборочном цикле. Сливан Шиз. На него пришла эта передача. Он ворвался в штрафную площадь. Но здорово надействовал Данила. Игроки сыгранные, опытные, да, нежели те, которые обороняют ворота. И имеют наигрыш и специализируются на этом. Но на 28-й минуте турецкий рефери назначает пенальти за игру рукой. 11-метровый исполняет. Давайте еще раз посмотрим на повторе, как это было. И снова Морозов. Снова его активность. И мяч попадает в руку капитану сборной Лихтенштейна. Получаса игры есть возможность у белорусской сборной повести с более крупным счетом. И удваивается преимущество. Ушечный удар. И не сумел выручить своих Лукова Нори. Очень точный удар от Орешкевича. Это важно. 2-0 счет уже более комфортный. Для того, чтобы себя чувствовать спокойнее. Для того, чтобы можно было и какие-то комбинации впереди проводить. Что касается Орешкевича, то он забивает. И этот гол, конечно, для него важен. Сегодня Морозов забил дебютный гол за молодежную сборную. Хотя прищеп очень активно предлагал свои услуги. Но не стал играть на защитника крыльев Советов. Морозов, не Морозов, Ложкина. А сейчас удар Ложкина по воротам. Но мимо створа. Пока Владислав наш из молодежной сборной в этом матче. Лишь 4 игры за Батте провел. А это удар головой от Александра Шестюка. Но в игру вступает Лука. В Аноне. Два нападающих мы видим у сборной Беларуси. Здесь что-то уже похожее даже на систему 4-2-4. И ее вариации. Удар Шестюка. Какой гол потрясающий. Александр делает счет 3-0. Очень важно еще раз мы отмечаем гол. Но я вот что-то про каждый гол так говорю. Но важно, потому что первый был важен. Учитывая, что он был в начале. Второй был важен, потому что после атаки Лихтенштейна забили. А здесь в концовке тайма. И тоже для психологической уверенности. Для уверенности того же Шестюка. Это также важно. Учитывая, что у него было несколько ударов по воротам. Сегодня как мяч не заходил в ворота Луки Ваноне. Но сейчас, который играет у нас. Что касается сборной Беларуси. 16 соколоворотов в обороне. Три. Оборона очень и очень высокой сегодня является у сборной Беларуси. Я предлагаю следующую интригу нам на второй тайм. Два гола наши нападающие уже провели. Это сделал Влад Морозов и Александр Шестюк. Но пока без забитых. Богомольский и Ложкин. Ну и Влад Морозов забивает второй мяч. Дубль Владислава Морозова. Еще раз повторим. Свой день рождения Морозов в огне. Дубль, да. На его счету. Но я сказал о том, что ждем голов. Вот еще двух нападающих. Ложкина и Богомольского. Но пока хватает мячей от других футболистов. 4-0. Еще раз напомню, что Лихтенштейн в нынешнем отборочном цикле менее пяти голов не пропускал. Но тем временем завершился матч Исландии и Португалии. Пиреницы выиграли со счетом 1-1. 1-0. И теперь очень комфортно уже возглавили турнирную таблицу. У них 9 набранных очков после трех матчей. Ну а победа сегодняшняя, ну я думаю, что уже не стоит подвергать ее сомнению. Но это опять же истории, которые с одной стороны связаны с молодежной сборной. Наши забивают, но этот гол будет отменен. Свисток раздался еще до удара Виктора Сотникова. Ну и дабы мысли завершить, истории-то разные. Потому что Тима Пуки, который входил в сборную Финляндии, он, наверное, не только связан с тем, что на молодежном уровне были успехи, но и дальше его последующее развитие. Потому что здесь я с тобой, Илья, абсолютно согласен. И главный результат должен оцениваться, наверное, не по выступлениям на Евро, допустим, молодежном, или по каким-то результатам. Хороший уровень. А вот еще раз вернусь к твоему примеру и, наверное, закончим рассуждение на тему бельгийцы. Вот это поколение золотое, которым сейчас около 30 лет. Они, не сыграв на Евро, в общем-то, сейчас на первой позиции в рейтинге. Снова свисток и не позволяет арбитром забить нашей команде пятый мяч ворота Лихтенштейна. Дважды наш парни уже забили, но оба эти гола были отменены, я имею в виду, в последнее время, в последние минуты. Что здесь было? Давайте посмотрим. Шестюк отбрасывал мяч на Морозова. Да нет, не на Морозова. Он вдоль площади ворота отдавал. Морозов как раз-таки после рикошета с мячом встретился и пробил, попал в штангу. Но там, по-моему, мяч в руку попал Морозову перед тем, как он бил. Вот в этом моменте, да? Да, поэтому свисток прозвучал. Кстати, удар был очень хорошим. Я бы еще пересмотрел. Морозов мяч получает. Направо здесь Орешкевич. И подача Орешкевича. Удар головой. Еще один. И это 5-0. И что это Морозов хитрик? Да, это Морозов делает хитрик. Забивает свой третий мяч. Но сегодня действительно великолепный матч проводит Владислав Морозов. Галлы на любой вкус в его исполнении. Ну что же. Задача не пропустить 5. Риктенштейнам не выполнено. Ну а наши продолжают куражиться. С хорошим настроением. И это тоже очень и очень важно. Забить. Вернуть себе такие хорошие футбольные ощущения. Вот успеха. Наверное, даже где-то и позабытое. В чем задача Владислава Морозова? Забить ногой в этом матче еще? Потому что все три мяча он... Это повышает, в принципе, статус самого турнира. Передача, которая доходит в данном случае до адресата. И мяч в ворота влетает. Очередной счет. Таким образом ставится 6-0. Ну и все очень здорово. Олег Кифаренко забивает. Игрок, который вышел на замену. Отлично по исполнению. Отлично по динамике. Ну и, видимо, что особо не радовался наш футболист. Это и понятно. Сейчас настолько уже неприличный счет, что надо немного уважить и соперника. А мы вот позволим себе порадоваться за этого парня. За Олега Кифаренко, который играет за рух. У него прошлый сезон был довольно успешным, довольно удачным. Он в рухе играл. Играл довольно часто. Забивал. Ну а в этом сезоне в Брестке активнее оборонялись. Да и вперед выбегали. Интересно. В общем-то, я думаю, что и для нашей команды это будет более нервным таким моментом. Потому нужно сыграть как минимум не хуже, чем здесь. Удар Потапенко. Но не удается Андрею отметиться голом в этой ситуации. Я поддержу тебя в этой мысли. Еще бы отметил сегодня, как здорово выигрывают воздух наши футболисты. Да и голы. Головы, которые проводили. Сайтерами в противостоянии с белорусами. Вспоминаем Люксембург. Приславуты, с которым очень долго мучились. Я еще говорю о временах. Никогда Люксембург действительно довольно серьезно повысил уровень футбола. Были проблемы. Удар Никифоренко. Едва-едва мяч не залетает в ворота. Но сумел-таки Ваноне повторными движениями его в руки забрать. Потому, конечно, в таких условиях сборной Беларуси, молодежной сборной Беларуси, в матче против соперника, который значительно классом уступает, важно добиться, является, чтобы исполнить угловой удар. Через розыгрыш действуют белорусы. Дэвэскибан. И удар с подбора от Рылыча выше створа. И вообще довольно далеко от ворот. Не точный удар. Но, тем не менее, атаку до удара довели уже хорошо. Уже за это мы сборной Беларуси можем похвалить. Как и в целом за игру сегодня. И все. Звучит финальный свисток. Сборная Беларуси добивается первой победы в этом отборочном цикле. Над сборной Лихтенштейна. 6-0. Морозов на 15-й минуте счет в матче открыл. Затем Оришкевич на 28-й. Сделал счет 2-0. Реализовав пенальти, заработанный Морозовым. Шестюк на 45-й минуте. Ну, даже 46-й. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.